а 4 30 секунд краснеет как рак и убегает не могу я обманывать хороший человек пацан и что он не мешает дружи сейчас упирается это реальная история я же не выдумываю но и а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 пришлось все секреты вы выявили все нормально звукаешь все будет хорошо когда легко нужно тяжело а в бою еще тяжелее философ и прохождение всех этих вот включая это как бы делает сильнее человека помоги мне пожалуйста я уже сюда поднимите лежачку оставь Что? Пережачку. Пережачку оставим. Мы в перерывы будем на Нелиза. Ай, кайбаш. Под этими тоже не хочешь? Кто-нибудь не хочешь, если хочешь. Всё, пойдём. Не, я сам. Заходи. А это всё, ну, ваши штуки или UFC что-то дал? UFC дал сауну. UFC дал... Вот остальные наши. Магомед, соответственно. Артур, Лидия. Юмата. И Ильвы. Ринат тоже. Он наш. Вас подождут. Ух, коллега, капитан. Пощечникам помогал. Он подходит. Дай лапу, блядь. Я в гостинстве. Он одну просит. Как планировали? Я сиди. Помните, 3-0-2-0. Не похоже. Это перфект инглиш. Это перфект инглиш. Я там в роду. Я там в ружье. Я там в ежеме. Я там в ружь. Я там в житель. Я там в ружь. Я там в ружье. Я там в ружье. Смех. Я украла пастыли. а у тебя гармины тоже да у меня часы гармин да нормальное место займи а у тебя и датчик и часы и кольцо до русские мужики в бане где дэн тогда добрый русский имеется ввиду вы узнаете темы русские это значит россия я датарин он татарин вам это варится денис русский и ничто вам не мешает дружить самом деле как дэна не посмотришь канал всегда в бане специалист да он обязательно раз в неделю ходит с вениками с датчиком это прям для него занять и раз в неделю массаж в этом у него есть чем получиться я не такой это люблю баню я в целом знаешь не первый раз снимаю весогонку и реально когда люди шутят значит все прям хорошо мне вот я например побегал сегодня чуть-чуть тем дал а те орла мы так немножко знакомого в одном зале тренируемся сегодня что-то его сада пошел часовой включил раз 50 минут под его санда бегал тем что-то поймал на дорожку сел что не очень встал то есть стендап не очень да очень мне потом что-то резко девочек там тем дал это могу лечь не что-то там на сразу захотел понял велосипед лапы полежать а по времени какой план сколько нужно у меня план сейчас 15 но я чувствую баня легкая 20 минут полежим потом под тем одеялом под которым теплым лежал полежу вот таких два подхода и потом я взвешусь примерно у меня понимание что возможно понадобится еще один но возможно нет тот раз я сделал один уже был весь не догнал чтобы покушать но в том году было меньше тот раз я работаю без диетолога первую пару боев не помогал шамиль свой лимонов сейчас с ними который я думаю его все знают я не не торт с ним советуюсь но работаю сам но следующий раз такая подключи его каждый просто организм свой изучает уже знает этот раз еще по-другому сделал постарался побольше оставить тот раз слишком легко концовка была но я продолжительное время тренировок а также организм свой знаешь но в этот раз я до последнего хорошо тренировался дейтался но не так гайки скручивал только под конец от последнего меня было тяжеловато а так очень хорошо было и видите практически вес сочи сам остался чуть чуть побольше на килограмм я так и хотел так что дай бог все нормально будет завтра сам первым сами навесли а в бою сколько нужно быть я такого сколько нужно быть я выше набираем 10-13 меньше больше в принципе не хочется и не надо что дальше подушечку люди нравится он попросил ему здесь сделал накрываться не обязательно можно полотенчик чуть-чуть накрой накрой для него да да полностью заверните вот этой штукой еды тоже давай это вы пленку взяли эту она в сумке но если она нагреется не надо дай мой телефон так стоит и сверху полотенца но она холодная я не включили не включенная она холодная просто на кровь одеяло и подорожда на спину по степке и фольга в сумке не накрой мне она холодная тебе хватит все накроем плюночка да да одно опять рядом сколько отдыхаем ну ну 10 процентов ты над не хочу в телефон заглядывать во время сагонки твоей ну и вообще а что ты понимал что-то смотрим то билеты продаем попросил есть люди нехорошие говорят купил он купил они потом заднюю группу для пацан билетели попросил один ответ если кто знакомый я бы есть на платен вот приходится вот так что делать но если если бы это было не билеты а что-то что-то успокаивает во время сагонки посмотреть вообще обычное общение с близкими которые значит не наедают не который там футболку тебя подарить спрашивают есть такие люди которые не как дела увидят халявную футболку а мне я говорю когда я всегда горю с подарками ну ничего я рад что сам день помню я сейчас отмучаюсь и все вот она нагреваться начала начинал да потому что в телефоне заглядываешь это очень хорошее воспитание есть людям даешь телефон фотографию посмотреть и он начинает лазить телефоне ты убьешь по башке и говоришь это что дурак что ли вообще-то вообще как у нас по религии ты заходишь в гости и ты там ну как будто слепой должен быть на хозяина смотрите больше никуда у меня есть формат людей домой приходит и вот так начинают смотреть везде заглядывать но я естественно ты вижу и больше никогда это что это не по каким и по логически не по религиозным не по мужским понятиям это одну это не кодекс чести как говорится я у родного брата или у кого даже телефон беру у металл фотографию я говорю куда листать чтобы не промахнуть хотя там это мой родной брат я там могу все что угодно просмотреть но у него такая же семья и так далее самое святое как говорится есть такие люди без воспитания надеюсь среди своих подписчиков таких нет вопрос хороший ответ комментарий я как миша не отмечает нормально подписано телеграме правда странных много ребят это просто фанаты ммэй до принципе странно а теперь небольшая но очень важная пауза хочу рассказать вам о нашем телеграм-канале вестник ммэй ссылочка на него появится сейчас на экране также можно найти в описании к этому видео почему нужно подписаться на вестник ммэй каждый день это новости из мира единоборств кроме того инсайды анонсы крутых поединков аналитика по турнирам юэвси эйсей беллатор ван казахстанские промоушены найза и октагон и много чего другого например розыгрыши акции от наших партнеров не побоюсь этого сказать но вестник ммэй это один из лучших каналов посвященный боевым единоборствам мы проверяем свою информацию уважаем своих подписчиков и делаем крутой и качественный контент продолжаем видео сейчас очень популярны стали экран знаешь черные такие только видно с одного угла сильно вот так заглядывались что там видно сейчас телефон экран такой у меня такой был по моему сейчас такая анти шпионы у марата первого суббота я привез анти жена называть или анти метро метро иногда когда едешь смотрит я даю на горы посмотри что-то руслан скинул 10 лет назад видео который был такой молодой и красивый где-то тут а сейчас где-то просто красивый я даже руслан решите пусть там свои 10 лет назад 10 лет назад сейчас ему 17 7 лет я думал ты про рената я думал теперь на 10 лет назад у него же волосы были ну вот тогда я не тренировал но я уже тогда на одном турнире с ним был где-то мы под москвой ездили еще холод только на улице там у собачьих на улице клетка вон гонишь ты под москвой его зеленоград да 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 из бумаги что-то дождался лага эдик это был турнир кубок раздолье а лаварит варим было администратор раздолье это до сих пор еще разогреться него или ребята помню собачий холод был я ренат впервые увидел на хип-шоу блин я подошел дрался с денисом паре один из там тоже дров а фига я денис мариев да денис мариев два раза а ты сам не пытался как-то возродить чашу популярность всякие знаешь такси драки сейчас все упирать за они это медра хани да они читали я уже тебя Дэн, а ты каждую неделю уже в баню ходишь, а вот просто ты смотрел на весогонку, это как-то помогает, что если ты каждую неделю ходишь в баню, у тебя лучше ход идет? Ну вообще UFC просит 3 раза в неделю минимум по 20 минут сидеть, мы вообще с Ренатом и многие ребята из его команды, Марииф и остальных, конечно не буду перечислять, мы все после тренировки всегда молочку гоним, 15-10 минут сидим, бывает перед боями, опять же температура, когда зайдешь паришься в баню или сидишь на весогонке, разные температуры, то есть ты паришься, может сколько там, 100 градусов, да, и то я как бы люблю и считаю баню, как бы должна быть температура, чтобы прогреться, а не чтобы типа там загореть, а, хорошо, 10 секунд и залетел и убежал, помню, когда бывает, бывает, он заходит, начинает там наш накидывать, такой, а, 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 через 30 секунд краснеет, как Рак и убегает, и обычно Ренатом смотрим на друга и думаем, ну дебил какой-то, залетел и убежал, и он думает, что он пропарился, потому что, чего, вообще надо пропариваться, да, прогреваться, вот, и в баню ходим, а я там, и мы ходим для этого, когда мы, там вот, перед весогонкой, в момент весогонки, конечно, мы не стараемся поднимать высокую температуру, основная задача, вот, это гнать водичку, конечно, в таком состоянии уже, ну, не совсем хорошо, но, вот, как бы, основная цель такая, вот, пить чай с имбиром и ханей, то есть пацанов исключаешь, что они там, чай достали, пара мед, говорят, они вообще имбир, то есть вообще не, не заранее, спасибо, это вообще релаксирует, посмотрите, двое вообще я тебе все покажу, брат, когда он вышел, он говорит, сделай красиво Ренат пошел с ребятами в баню, но есть нюансы, он вес гоняет, нет нюансов Типа 50 градусов, да? Нет, 50, нет Я думаю, 9, это 90 градусов Ну, под ней лежать очень тяжело, скажем-то, плетан Если ее заматываешь, то все краю Я так один раз лежал, он меня заставлял лежать, это было ужасно, когда, типа, как в колбасе Помнишь? И он мне еще говорил, я ему говорю, пожалуйста, сделай поменьше градусов, я тебя умоляю Он говорит, еще чуть-чуть, я уже сделал поменьше, а потом, спустя год он мне сказал, братан, но я не... Он говорит, я не делал поменьше, а мне было так плохо уже Он говорит, я не делал поменьше, а потом, я не делал поменьше, а потом, я не делал поменьше музыка такая, как будто мы сейчас здесь коллективный суицид делаем и передохнем чуть-чуть, посидим вот так 3 минуточки, все пойдем и отдохнем и потом зайдем, так вот посидим без тепла на чине, на расслабоне вот здесь же надо 24 на 7 пашешь в Москве, не зная ни отдыха, ни семьи сейчас мы на странице начали подниматься, я брату помог, билет продал и готов сейчас еще раз подарок шикарно, 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 операцию надо провести, через интернет, то есть в багажник прийти, просто прийти к смене специально для Натальи Булановой я не буду выжимать ну ты вспомнил Наталью Буланову а я когда всегда подные, это вспоминаю, дай мать а зачем ты висогонку забрал, я же в ней зайду Мик, а знаешь, сейчас люди посмотрят, ну которые там любительским каким-то спортом занимаются вот все, что у тебя есть и подумают, что капец висогонка скакнула, да, в развитии и мази, и горячее полотенце сам мужа, но юси на другом уровне, пацаны братская, может другой стороной едем, мокрый на вынос как скаривает кто здесь остается? телефон наставляю обман. Сколько вы лежали? Сколько вы лежали? 20, попробуй Лёд, заедрино? Нет Точно? Время Ты знаешь, как кейк? А, что ты говоришь? Ты знаешь, что-то, 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 что-то Мои инглиши с перфект Перфект, блядь, другу твоего Перфектного Про какого? Про который сейчас сам? Биполярщик Так, зачем такое говоришь-то, снимай Все узнают У меня вышли медицинское образование, я могу Реальное заявление 80% людей на гонке Страдают биполярным расстройством В этом ничего страшного нет Так, я тебе говорил, да? Контролировать то, что будешь укладывать? Смело накрадуете Вот так вот Подтверждение Два диплома, ординатуры Меня так не возьмешь Я правильно понимаю, что вам просто все это нравится Почему вы присутствуете в лагере Рената Или, не знаю, Ренат просит Я же правильно понимаю, что для вас стоит никакая не финансовая выгода Ничего такого Нет, но я с Ренатом достаточно давно Я выполняю менеджерские функции у него С момента подписания контракта в UFC Хороший друг мой Младший брат Я сам пришел из единоборств Стараюсь быть рядом с ним По возможности Первое время Я был единственным, у кого была на тот момент американская виза Поэтому 3-4 поездки с ним сделал И Помогал в подготовке, в адаптации Там во время американских боев Сейчас команда увеличилась Чему я очень рад, потому что с меня Слезла большая степень ответственности и забот Сейчас два тренера Спарринг-партнеры Ну я так понимаю, что благодаря вам Часто видим В друзьях у Рената Олега Доктарова В этот раз Какой-то передавал Олег Может быть наставление Олег Николаевич мой тренер Я в свое время Занимался боевым самбо Тренировался у него В Москве В Соединенных Штатах Пытались развивать Олег Доктаров в трофе И вообще самбо В Соединенных Штатах в то время Вот А когда Был первый бой Рената Я рекомендовал его взять в угол Олега Это был такой маркетинговый ход Хотя они не были знакомы до этого То есть это Да Он пришел с моей подачи Он тогда удался на самом деле Многие обсуждали Серьезно? Ну вот я даже не знаю Потому что я вот фидбэк И не спрашивал ни того ни другого Вот И Олегу вроде понравилось Что мы его опять вернули В В это пространство ММА В котором он долгое время отсутствовал Вот И Ренату было наверное приятно Что как бы там все-таки Человек с именем Приезжает поддержать И в общем целом Я заметил Что Американская публика На тот момент Вот первых дебютных боев Она тоже заинтересовалась Потому что такой симбиоз Как бы Олдскула Да Первого российского чемпиона UFC И как бы Новая кровь там Возможно я так думаю Что маркетинговый ход был неплохой Не знаю Ну в этот раз Какие наставления от него были? Или он еще ему позвонит? Были Всегда Всегда Олег всегда звонит Что-то советует Всегда смотрит В прямом эфире Сразу же перезванивает После боя Заинтересован Не на шутку Заинтересован Карель Рената Очень хочет его Успеха И подъема Его И в мировых рейтингах Верит в него Может быть Больше чем Кто-либо вообще Потому что у него есть Какое-то свое видение Что он как бы Он со своим Со своим Бэкграундом Каким-то И со своей Трудоспособностью Терпением Упорством Сможет подняться туда К Вершинам Олимпа Что называется ММА В этот раз Ничего не было Потому что Долгое время У нас был один соперник Потом он снялся Потом На короткое давление Вышел здесь Местный Бразильский боец Проживающий В Эмиратах Который должен был драться Вообще В совершенно другой программе Не думаю Что он изучал его Но как бы Он в Ренате уверен Потому что С его слов Он считает Что как бы люди Ренат достойно И не то что достойно А как бы Боец уровня Том 15 Поэтому все что Так сказать ниже его Ниже Ниже этих позиций Люди Ниже рейтинга Они как бы Ну Не то что понятно В ММА Любой спортсмен Любой боец Представляет какую-то опасность Однозначно Вот Недооценивать никого нельзя Ни в коем случае Ну как бы вроде так Мы взвесили все за и против И поняли что это как бы Это проходной вариант на нас Надеемся А с вами как с менеджером Ведутся какие-то разговоры Вот там Шона Шелби Не знаю Ник Мэйнер Что Ну Ренат побеждает Да Но делать это не супер эффектно А Были такие что называется Румерс Слухи Что как бы Ренат хоть и как бы Надежный такой Боец Который как бы там Проезжает Проламывает там Защиту Ну пробаровый так скажем Да Смешит All the opponents Как говорят американцы А Да Понятно что как бы UFC Это же помимо того Что как бы Частично спорт Это все-таки индустрии развлечения И хайпа Поэтому Хотят они какого-то Более ярких каких-то Окончаний с точки зрения Рената Но Я думаю что как бы Если говорить об ударной технике Она у него неплохая Если говорить Есть какие-то Понятно у каждого человека Есть слабые стороны Есть какие-то Сильные стороны Ренат однозначно Как бы Человек который В базовом В базово представляет Дисциплину борьбы Самбо Вот Конкретно нет Ну как бы по опыту я уже чувствую Что они хотели бы от Рената Более В общем как бы Посыл оттуда идет что We need more finishes Мы хотим больше Досрочных побед Мы Уважаем вас Как команду Все такое как бы Ну мы хотим больше побед Досрочных Я ничего не могу сказать Это их Это их законное право Как организации Которая привлекает зрителей Которая продает Верпевью И как бы Ориентирована прежде всего На зрелищность Нежели чем Какой-то такой Спортивный компонент В классическом понимании Верпевья 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 Я ещё живу что ли? я чуть в этом плане блин не отожмет последняя а я искал три подхода потом завешивать это психологически себе сказал надо делать хоть я понимаю скорее всего мужа весь ты должен вместо василевского в решалах работать почему типа ты все решаешь кстати василевский денис и люлин по боксу надо в очереди в целом-то прикольный но я же фанате не стиль на поэтому любой бой это точно мой фанат ты смотри ты можешь реально вот я тебя захотит в комментариях скажите по двух добрых русских мужиков свели этот радикальный исламизма будет нереально у слова хорошего да очень быстрее как он же боксировал ему счастье бал дали и после этот ковалев кладкова рука он побоксировал там было мамашные перчатки в ничего не потратить 1 мамашные перчатки клад кстати слава хороший темповик он такой нестандартный хорош темповик сейчас давно мы уже не видели его да он там снимается где-то молодец что развивается артур артур нужен артур нужен я не подхожу время-то у него а просто ничего просто полежать по моим силам прошло правда не хотел говорить слух чтобы не разочаровывать давай сделаем как вы раньше делали а сейчас вытремся на сухую и сделаем контроль вы же делали так не вот не ждать они делали по чего сейчас еще один делаем 10 заход на 10 минут и хорошо не ослепим просто кайфу хорошо а то мы теряем все хорошо я думал тоже до 5 я не знал что сделать и дал лед не два дня подряд снял жареная рыба а вчера потому что мне получилось что много семечек подряд я в инстаграме увидел что семечки это дофига калорий и прикинь я просыпаюсь офигеть я семечки съел каторский бурондук у нас просто село село белозерег Мордовия оно испокон веков семечками занимается выращивает продает фасует компания крупная раньше германию голландию импорт да экспорт экспортировал правильно а голова не варит мне кажется после этого видео ты станешь амбассадором семечек я уже дал тут раз интерьер добавили вообще не буду какой-то артура ты что-то стекал время сколько прошло по твоим один моим 1033 брат поэтому еще 15 минут он все время эту тему делает на 5-10 минут тренировочной процессе он наоборот увеличивает что в шортах у всех залетела рожденная пахать не должен отдыхать не бывает шорты залетают шорты не шорта шорт подожди пока брат он про джакузи он дисциплинирован скажу на пятикрасную молитву в селе всегда ходил пешком мечеть дождь не без ранец внуки останавливались мы а бы бой бабай садись мы тебя довезем он говорил никогда говорил нет всегда шел пешком он всегда говорил татарском такую фразу от мб ты типа сказал отрезал типа больше не повторяйте короче и всегда и видимо черта характера это мне перешла есть искал три подхода сделан то я умру но я сделаю три подхода поэтому вот такая у меня самодисциплина и она мне частенько мешает жизни но вот это видео прям вы решили меня вот сразу от прихопаем сегодня то так что бабай покойный дай лакшевом райских садах был он всегда мне единственным кто мне когда карьеру начинал он говорил типа раз уж начал теперь давай газу и побеждай когда все говорили о отца и ты уже чего-то добился хотя только начинал я сейчас такое зарабатывать начал хорошо да сейчас интерес только пошел и он себя такую фразу говорил топил за меня все это уже не хочешь на камеру какой-то прикол не не то Ладно, выключим Все время ставим Сейчас поехали 15 Лежим Ок 6 А почему он эту выключил? Не выключил девятку, ты что? Не хотел меня опять, ты уже не чувствуешь? Про игры что-то разговаривали, я вспомнил друг Мафио Я к чему, что Обманы я это разные вещи Я помню, начали играть, первый раз в жизни играл И мне попалась Мафия, по-моему И мне кто-то говорит Ринат, по-любому ты Мафия А я попал в лице меня и сразу Я говорю, не, не брат, я не Мафия Ты что, я же не вру, короче И в итоге по лицу меня спалили и убили сходу Ладно, убили Он думал, ладно, второй раз по-любому мне спалят Карты раздают, второй раз бах Вот сразу мне попадает опять эта Мафия И по лицу опять палят меня Я говорю, пацаны не могут два раза подряд попасть Они такие, думают, думают Ну да, в принципе это нелогично Два раза, но вряд ли попадет И в итоге смотрят, смотрят Точно, я говорю, точно, точно В итоге опять по лицу спалили, опять убили И все, я вот первые два раза в жизни играл Мафию И все, и два раза меня убили сходу Я больше не играю, не могу я обманывать Хороший я человек, пацаны Вот Дэн в Мафию Это, знаешь, то, что я сейчас недавно смотрел на Просто по приколу на Ютубе Или где-то, короче, что есть турнир Турнад России, Мафия Я даже смотрел, посмотри сегодня, братан, прикольная тема Они причем там говорят просто, они же там где-то словами Даже говорят, какие-то жесты там свои Там нельзя, да, там как у каждого Типа время на свое Я смотрел, да Мне очень понравилось, это интересно Так, а какие часы? Ренат, все в весе, да? Да, брат, я же говорю, сколько время? 22.30, по-моему 22.30 Сколько мы начали? 7 А вот часы, знаешь 5 часы 22, мы начали 7, наверное, да? Пол седьмого Да, помолились 22 часов, получается Посчитайте, голова не работает Ну, три с половиной Сделали мы пять с половиной килограмм, пацаны Слава богу Я очень рад Очень рад Видите? Профессионализм Как рассчитано все Три подхода Ровно Зато я в настроении сейчас пойду Ананасиков Мажу И буду отдыхать Ренат, в топе Твоих весогонок Вот это Какое место занимает? Ну, по простоте Знаешь Легких весогонок Не бывает Хоть ты согни Килограмм Хоть ты сгони Там десять Они все равно тяжело Не бывает Легких Просто туда уже привык От настроя Головье зависит много Короче Слава богу У нас с этим проблем не бывает И поэтому нормально Многие, знаешь Не делают вес По той причине Потому что Вот здесь Не готовы Ломаются А я понимаю Что если я не сделаю вес Я подведу себя Свою команду Свою семью Своих менеджеров Раньше Когда я делал вес По руку всегда говорила Профессионал Профессионал Все УС Оказывается УС не сделать вес Это непрофессионализм 16 минут 171 Приятного The official weight for الري melhor фокой strony Н от У . . . . . reproductive . . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорой встречи!